Каждый день по этим узким переулочкам Иерусалима проходят наши паломники. Они с утра причащаются, останавливаются у каждого святого места, молятся и проходят дальше. Сейчас паломники держат свой путь к могиле митрополита Даниила. Ежегодно они приходят сюда и проводят молебен. Митрополит Даниил помогал православным священникам, когда они подвергались гонениям. Дальше путь лежал в Сионскую горницу. Именно на этом месте проходила тайная вечеря Христа. Перед тем, как его предали, он собрал своих учеников и говорил с ними. Сейчас отец Вячеслав читает здесь Евангелие, а наши паломники молятся. На каждом святом месте молебень, чтение Евангелия. У паломников есть возможность соприкоснуться с местами, где проходил Иисус Христос. Для православных христиан это ни с чем не сравнимое событие. Это место является Сионской горницей. То самое место, которое Господь собрал своих учеников для того, чтобы показать нам пример того, как нужно жить дальше. То есть показал нам то, как нужно причащаться телами и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Это то самое место, где первый раз Господь причастил своих учеников. Малая Галилея. Именно здесь ученики Христа увидели Его воскресшим. Чтение Евангелия. Отца Вячеслава нет ни минуты времени. Только присел, передохнуть. Нам интересно узнать, в чем смысл паломничества. Паломничество, посещение святых мест, какие бы они ни были, то может к мочам святым. А вот здесь паломничество особое, оно неповторимо. Здесь, в этих местах, сам Спаситель ходил сыми стопами. Ведь посещая эти места, святыни, человек укрепляется духом. Помоги всем Господи следовать Христу. После посещения русского монастыря Вознесения, мы отправляемся в другую святыню, которая расположена на горе Ильон. Она находится на территории мечети. В этом месте запечатлена стопа Иисуса Христа. В этой святыне находится первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя, а третье – в Абхазии, в Каманах. Поэтому для абхазских паломников посещение этой святыни было особенно важно. Говорят, если в этот район, где хранилась голова Иоанна Крестителя, приложить свою голову, все головные боли проходят. После паломники отправляются в гостиницу. Через несколько часов начнется ночная служба, которая завершится на рассвете причастием. Поэтому пару часов отдыха бесценны. Однако по пути по улицам Иерусалима абхазские паломники разучивают стихиру тайной вечери. Все законы, и я к тебе правильного жилья предает. Паломнице Дине 62 года. Она каждый год приезжает в Иерусалим. Не устает, не болеет. Посещает все святыни. 12 часов ночи. Начало службы Великого Чедверга на гробе Господнем. Абхазские паломницы читают молитвенное правило перед причастием. Уже утро. Бессонная ночь позади. После причастия, укрепленные духом и телом, по традиции, абхазские христиане отправляются на прием к патриарху Иерусалимскому Феофилу Третьему. Патриарх Иерусалимский раздал памятные подарки нашим паломникам, а абхазским священникам наперстные кресты. Подробности в следующем репортаже. Анна Гуня, Роберт Депла, Иерусалим, Абхазское телевидение.